еду на развал схождения купил резину наконец-то привезли даже вот я купил комплект мишлена за 10500 рублей плюс еще 500 доставка на самом деле две штуки из них совсем новые а две штуки бушные вообще хотел купить резину кумха новую новая она стоила в интернет-магазине я нашел за 4 150 пара самара должны были привезти там через несколько дней и 4 450 по моему цены не помню на экран выведу 4 450 по моему у нас должна была еще пара там из другого города из саранска по моему под заказ надо было ждать несколько дней в итоге я до этого магазин не дозвонился оставил заявку чтобы не перезвонили мне перезвонили у нас связь прервалась и мне после этого не перезвонили я потом пытался до не дозвониться они трубку не брали в итоге другую резину не смог найти отложил пока этот вопрос на несколько дней зашел в авито начал смотреть кстати там тоже продают новую резину я бывал находил по хорошим ценам даже на экран выведу там единственно нужно было с другого города опять же доставку но и там бридж стоуны были те которые мне не совсем не нравится и ну не знаю они асимметричны они потому что с одной стороны выглядят по одному с другой стороны по другому поэтому я мне не хотелось такой резины у нас уже на фольксвагене стоит резина там зимняя такая похожая асимметричная в общем что делать в авито наткнулся на объявление бу резины michelin примаси hp за 590 рублей одна резина ну знаете мне просто интересно стало что это за резина я решил написать этому продавцу ну спросил как вообще состояние можно ли на этой резине вообще передвигаться на что он мне ответил что встретимся у шиномонтажки поставим если не понравится за шиномонтажку я все вам оплачу ну ладно я решил ему позвонить на следующий мы с ним поговорили вроде бы человек адекватный по разговору но думаю надо это смотреть причем он мне сразу сказал что протектор хороший но есть минус на этой резине проехали несколько метров на спущенных колесах поэтому он переживает что там может быть шишка и резина может не подойти и поэтому он убедительно просят меня встретиться у шиномонтажки и попробовать сразу одеть на месте ставить резину я не захотел потому что мне нужно делать развал схождения ну сами понимаете развал схождения если не делать то какой смысл ставить новую резину у меня это и стерто по краям ему показал что 590 рублей слишком дешевая цена для резины и он мы с ним договорились в общем по 1000 рублей каждую резину в итоге я купил две бушные резины кота в мешке скажем так за 2000 рублей но учитывая что новая резина michelin от нас стоит там 9000 в интернет магазинах а то и больше я подумал ладно фиксим куплю а там уж будем думать в общем вот так и так две резины michelin куплены в итоге мне же оставалось купить еще две резины либо бушные уже либо новые так как резина не выпускалась уже давно-давно мне надо было опять же искать это все в авито посмотрел несколько вариантов казани посмотрел в других городах в казани сразу скажу ничего нормального не нашел я даже удивился что люди могут покупать такие бушные резины цены правда недорогие были по 2000 за баллон и причем это продавали компании в ужасном состоянии там с проколами ремонтированные ну и протектор там минимальный был не могу сказать сколько миллиметров остаток вот в итоге я нашел две резины за 9 500 в абакане с владельцем договорился за 8 500 резина была 12 года а моя резина который буш на на 15 года была все договорился владелец отправил мне транспортной компании до казани доставка мне обошлась сказать 560 рублей но отправитель не стал упаковывать резину и даже их не связал вместе вот и итогом в итоге мне резина пришла в разные дни 1 за 7 дней 2 за 8 дней поэтому если вы вдруг будете заказа резину попросить чтобы их хотя бы связали между собой а лучше упаковать в общем вот они две резины то есть вот это бушные у меня а это новая которая приехала из абакана сейчас будем смотреть если какие-то отличия оба примаси hp все одинаково принципе единственное в чем разе различия здесь 95w а здесь у нас 95y у меня новые пойдут назад бушные пойдут вперед если они нормальные конечно же посмотрим в каком они состоянии сейчас поеду наши на монтажку ну и будем смотреть тут протектор но если даже тут меньше буквально вообще чуть-чуть ну практически незаметно вообще почти одно и то же а вот кстати середины есть смотреть средней полоски тут сколько миллиметра 4 может быть это нам пушки 2 ну примерно вот два съедены я думаю два миллиметра не знаю фиг его знает надо померить померить не получается просто так линейкой там все-таки есть погрешность большая ну что поехали на шиномонтажку я записался на развал схождения и поехал на одну именитую шиномонтажку где мне ценник зарядили за перекидку 2200 рублей мне показалось что это слишком много для 16 радиуса учитывая то что резин который ставится не run flat я понимаю когда run flat одеть резину тяжелее я поехал на соседнюю шинку там уже цена была более благоприятным 1750 самые большие переживания были за бушные колеса до протектор хорош дефектов видимых тоже вроде бы нет но что будет когда один и к моему счастью резина оказалась нормально без проколов без шишек бушку я решил поставить на переднюю задняя резина тоже пришлось маленько поволноваться от транспортной компании привет тут прилетел смотрите видите какая херня на новой резине и вот тут тоже самое я не знаю как это не выйдет ли тут шишка надо будет смотреть час вот такой вот неприятный момент оказалось при перевозке одна резина потерлась хорошо что не сильно по итогу резина стала отличной никаких видимых изъянов в итоге поставил все колеса отбалансировали все хорошо тихонько доехал до развал схождения в итоге сделали развал схождения выезжаю первым делом я заметил что у меня руль стоит неровно с отклонением левую сторону хотя машины едет ровно не ведет ни вправо ни влево колеса не бьют как мне показалось на тот момент по крайней мере поехал обратно на развал где мне без вопросов без очереди все поправили ну как поправить стал лучше но все равно отклонение было но не такое сильно потом уже времени не было к ним возвращаться покатался недельку с кривым рулем и заехал в другой сервис объяснил ситуацию попросил поправить роль ну и проверить развал по итогу стал лучше но отклонение незначительное было вы можете видеть на экране в общем надо будет к ним опять вернуться продолжая тем по поводу моей резин на днях проезжая по идеально ровному асфальту я заметил вибрацию по кузову и на скорости 80 чуть-чуть вибрацию на руле поехал на шиномонтаж проверять колеса мне сказали что резина в порядке но задние диски в ужасном состоянии кривые вибрации чувствуется только на идеальном асфальте поэтому мне еще предстоит купить диски когда покупаешь старую резину хоть и не использованную такой как у меня который пролежал 8 лет на складе это код мешке потому что ты не знаешь как ее хранили она может быть небалансируемый даже кривой по поводу бушной резины и говорить не стоит там все что угодно может быть я считаю что мне повезло все резины а теперь прочистку колесных дисков так раз уж сняли колесо попробуем почистить диски вот этот налет он не отмывается машина только после мойки купил вот такое средство от компании shell посмотрим как будет работать я уже покупал такой обычной компании не особо известный что-то не смог я отмыть эти колеса точнее не эти а другой машины вот решил купить подороже ну как подороже вот это средство по он стоит рублей 200 взял специально зубную щетку надо подождать чуть-чуть подождем минут пять посмотрим в общем это штуковина отшил работает но надо подождать минут 10 после опрыскивания поврызгать химию и быстренько смыть керхером как в кино не получится надо поработать щеткой ну и результат на лицо а вот клей от старых грузиков не отмывает это минус в этот же день я решил помыть радиатор который находится справа за противотуманкой для этого надо снять колесо и снять пластиковые подкрылья который держится на нескольких болтах вот состояние радиатор забит грязью для чистки я использовал керхер сначала прошелся пенным составом а после уже под сильным напором промыл водой слишком близко бить не стоит можно повредить радиатор к сожалению у меня не все видео сохранились поэтому показывают только то что есть после промывки просвет ощутимо улучшился основной радиатор я решил в этом году не мыть не буду трогать на носу зима все-таки вернемся к этому вопросу весь весной с основным радиатором разбирать надо больше чем тут да и руки не поднимаются пока откручивать болты которые заводами тронут и на сегодня это все в следующей серии будем заказывать тормозные диски накладки ну и соответственно менять их спасибо за просмотр всем пока